Приветствую тебя, дорогой друг, меня зовут Олег Нитифоренко и это первое занятие про дыхание. Дело в том, что в медитации очень важно то, как ты дышишь. И не нужно забывать о том, что дыхание – это, в принципе, вся наша жизнь. Если мы дышим, то мы живы. Если вы дышите неправильно, то вы живы, но также плохо себя чувствуете. Это нужно учитывать. И первое, что вам необходимо знать – это то, как вы это делаете – правильно или неправильно. Соответственно, если вы дышите грудью и ваши плечи расправляются и ваша грудь выходит вверх, то это неправильно. Если вы дышите только животом, то также это неправильно. Чтобы понять, как правильно дышать, вам необходимо обратить внимание на то, как вы это делаете. По сути, все очень просто. Вы вдыхаете, воздух проникает вниз и получается, он постепенно заполняет легкие. И за счет этого происходит такое как бы расширение. То есть, вы можете обратить внимание, если при вдохе, то плечи мои не шевелятся, но диафрагма расширяется. Расширяются ваши ребра. Тем самым, если вы обратите внимание на себя, то вы видите, что вместе с животом, грудью поднимается диафрагма. То есть, вы можете положить руку и если вы почувствуете как некую волну, что воздух сначала опустился вниз, потом он поднялся вверх и произошло расширение, вверх. Вы, значит, правильно дышите. Вот. И обратите внимание, и также для вас это как раз домашнее задание, некое о том, что вам необходимо быть осознанным и всегда наблюдать то, как происходит ваше дыхание. Вам это нужно наблюдать в течение месяца. Потом ваше сознание, ваше тело привыкнет к тому, что вы дышите в определенном ритме и вам уже не нужно будет наблюдать за этим, вы просто будете делать это естественно и это нормально. Вот. Сейчас, что вам необходимо сделать? Для того, чтобы начать медитировать, нужно сфокусировать внимание на себе и на своем теле и максимально расслабить тело. Почему это важно? Потому что через расслабленное тело к нам приходит много энергии. Для примера скажу вам такую вещь. То есть, когда вы ложитесь спать, ваше тело полностью расслабляется. За счет этого вы набираете силы, энергии и готовы двигаться в следующий день с полным багажом энергии. Вот. Если вы напряжены и ваше тело всю ночь было напряжено, то вы просыпаетесь разбиты и у вас нет сил и энергии. Вот. Поэтому очень важно научиться расслаблять свое тело так, чтобы вам, вам абсолютно ничего не мешало. поэтому ваша задача сядьте так, как я. То есть, положите руки на колени, ладошками вверх. Постарайтесь понять, что ваша спина, она расслаблена. То есть, но вы при этом сидите ровно. И на что нужно обратить внимание? Напряжено ли в вашем теле что-либо? Если да, то постарайтесь расслабить это место. И первое, вам нужно сделать несколько глубоких вдохов и выдохов. Чтобы было понятно, мы сделаем 7 глубоких вдохов и 7 глубоких выдохов. Но перед тем, как вы это будете делать, я хочу вам показать, как это делать. Поэтому наблюдайте. То есть, чтобы было понятно, представьте, что вы делаете глубокий вдох, а на выдох вы выдыхаете, как будто в воздушный шар. И вам это нужно сделать. Максимально расслабьтесь. Здесь можете закрыть глаза, настройтесь на свое внутреннее состояние, почувствуйте свое тело и сделайте глубокий вдох через нос. И опять. Так. Движение. Движение. Благослygen. Не был один, и шатك. И сейчас дышите естественно. И возможно у вас прямо сейчас будет некое движение внутри тела, движение как мурашки или как внутреннее какое-то, может в руках, в ногах, потому что за счет того, что вы большое количество сделали глубоких вдохов, но при этом медленных выдохов, ваше тело успело насытиться кислородом и тем самым ваше тело также насытилось кислородом, а этот кислород распространился по всему телу, тем самым у вас возможно закружилась голова, но это нормально, через пару занятий у вас это пройдет и вы к этому привыкнете. Для вас это будет так же нормально, но при этом чувствовать вы себя будете довольно таки хорошо. И сейчас ваша задача закрыть глаза и наблюдать за тем, как вы делаете вдох и выдох. Наблюдайте за тем, как ваше тело при этом расширяется и сужается. Это ваша основная задача. Дышим естественно, как обычно, но обращаем внимание на то, как ваше тело дышит. То есть как при вдохе и выдохе ваша диафрагма расширяется и сужается. Просто наблюдайте за тем, как это происходит. Нажимайте на паузу. Итак, вы продышали и это очень хорошо. Но если вдруг у вас было много мыслей и вы думали о том, чем вы занимаетесь и нужно ли вам этим заниматься. Или вообще просто у вас возникают какие-либо мысли. Это нормально. Просто допускайте, что это может быть, потому что есть многие люди, которые стараются избавиться от мыслей, от внутреннего диалога. Но у нас будет 7 дней, благодаря которым вы научитесь управлять своим внутренним диалогом и делать так, чтобы он вас не беспокоил. Поэтому на счет этого не переживайте. У вас будет еще возможность и практики, как справляться со своим внутренним диалогом. До встречи. Жду вас завтра. Пока-пока.